Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире авторская программа Владимира Антипенко «Театр поэтов». Сегодня её веду я, Галечка Титова, и к нам из Москвы приехала замечательная поэтесса, певица и просто красавица Ника Ратомская. Ника, привет! Привет! Очень приятно! Ник, по традиции нашей программы мы всегда с автором начинаем знакомиться с его стихотворением, поэтому мы тебя с удовольствием слушаем. Хорошо. Наш быстрый век, где каждый жизнью пьян, сметает в кельи шорохи и листья, и шепчет ветер бражник и смутьян, опережая праведные мысли. И шепчет ветер то, что нет любви, и то, что жизнь её сетей не стоит. Но я, ополоумевший старик, крещусь от звука, как от сквернословья. Это просто впечатляет! Молодец! Ник, давай рассказывай, ты приехала к нам из Москвы. Почему и зачем? Ну, прежде всего, меня пригласили в эту программу. Вот, Володя меня пригласил. Вот, мы нашлись в сети. И плюс ко всему у меня ещё три концерта здесь. Вот, я как раз об этом. Если меня не обманывает интернет, то ты у нас главный голос группы «Мантра». Да, есть такое. Расскажи немножечко про группу. Музыкальный проект, вот, он в 2009 году, в мае, вот, я вышла на сцену впервые с группой. До этого я пела одна. Вот, и сейчас у нас за четыре года изменилось много. У нас два состава. У нас есть электрический состав, там громкий, всё как мы любим. А там играют люди из оркестров, вот, из наших, из российских, да. Вот, и есть акустический состав, вот, его музыка немножко отличается, вот, она попроще. Вот, и если у нас главный инструмент, ведущий в электричестве, это виолончель, ну, и вообще струнная группа, вот, то в акустике у нас главный — это аккордеон. Вот это такая тёплая домашняя программа, вот, которую мы как раз привезли в Питер. И ты, помимо того, что ты вокалистка, ты пишешь тексты? Я пишу тексты, я пишу мелодии, вот, и со мной на данный момент начинала я одна, вот, но через год ко мне присоединилась композитор Марина Гутенёва, вот, которая сейчас пишет для нас и музыку, и аранжировки, вот, и партитуры для всех наших ребят, потому что состав большой, вот, в электричестве нас восемь, в акустике нас шестеро. Вот, ну, и как ты понимаешь, одному человеку довольно трудно справиться, вот, она очень помогает. Ник, я когда смотрела информацию о тебе в интернете, я нашла твою цитату. Так вот, ты, значит, говоришь, что я могу делать что угодно, но в душе я навсегда останусь поэтом. Твои слова. Ну, да, это честно. Вот, так как ты у нас всё-таки в душе остаёшься поэтом, давай мы сейчас что-то, что-нибудь ещё послушаем, и после этого поговорим про эту составляющую твоей жизни. Хорошо. Прочитаю стихотворение для всех принцесс. Не думай, принцесса, что кровь выступает лишь в драках. А просто есть вещи, которые не вернёшь. Когда ты признаешься в том, что, наверное, фенита комедия там, где твой смех иногда раздражал. Не думай, принцесса, что всё навсегда позабыто. А просто уходят такие, кто не уважал. Когда ты полюбишь своё незнакомое тело и к краю метнёшься, туда, куда хлынет вода, в надежде на то, что её перехватит Акела, он вдруг промахнётся, принцесса. Так было всегда. Так было, принцесса. История без начала уже не история. Так что не плачь и пойми. Нет тех, кто не слышит тебя, сколько бы ты ни молчала. А просто бывают реально хреновые дни. Отлично. Ник, а как ты начала писать? Как это случилось? Ты знаешь, писала я, на самом деле, всегда. Я помню, наверное, ну, самое яркое такое первое моё воспоминание. Это в школе, в первом классе нам задали выучить стихотворение. Кажется, про осень. Правильно, да. Первый класс, 1 сентября. И я не сделала этого. Этого я забыла, я пришла в школу и поняла, что все выучили, а я сейчас получу единицу. Вот, кол. Это был, наверное, самый страшный мой страх на тот момент. И я поняла, что у меня нет другого варианта, кроме как написать своё собственное стихотворение. Это какой был класс? Первый. Первый класс. Да, я, кстати, потом, впоследствии и до сих пор это умение быстро писать, оно меня всегда спасало, потому что я забывала всегда, как правило, задание по литературе. И я часто выходила уже в старших классах, свои же собственные стихи читая, говорят, тючек, неизданное. И далее своё по списку. У меня была похожая тоже ситуация, правда, в 10 классе и с Цветаевой. Но вот после этого мне пришлось ездить на всякие поэтические конкурсы. Ну, вот мне тоже. 50-я школа помимо классической литературы изучала ещё и Нику Ратомскую. Ну, в общем-то, да. У нас, на самом деле, в школе была учительница Софья Ахметовна. Вот она вела русский и литературу. И у неё было уникальное своё мероприятие тоже. Авторская программа, можно сказать, литературная гостиная. И вот за сколько? 40 лет она, кажется, да. 40 лет она проработала в школе. И вот столько мероприятий она сделала. И она очень многим детям помогла раскрыть себя и в литературе, ну и в принципе в творчестве. Там и музыканты выступали, и она приглашала очень многих туда. И писателей, и поэтов, и знаменитостей. И вот таким образом делая диалог культурный. То есть ты ей благодарна? Я очень благодарна. Мы дружим до сих пор. Ну тогда я думаю, что ты обязательно должна сейчас передать ей привет, поблагодарить ей за всё. Да, Софья Ахметовна, я вам очень благодарна за то, что вы помогли мне стать действительно настоящим поэтом. Вы помогли мне поверить в себя именно в тот момент, когда я нуждалась в этом больше всего. Поэтому я вас очень люблю, вы это знаете. Здорово. Вот ты сейчас в Питере, у тебя будет энное количество концертов. Да. Но насколько я слышала, у вас прямо такой сейчас тур по стране идёт с группой. Ну да, получается. Мы с этого года, мы выпустили альбом, наш первый не рок-н-ролл, и, соответственно, с ним мы поехали, с этой программой. То есть ты по жизни, ты только музыкант, поэт, я имею в виду то, что человек, который может позволить себе турнет, ты наверняка в Москве чем-то ещё параллельно другим не занимаешься. Я просто хочу, чтобы зрители поняли, кто ты, кто ты. Нет, я занимаюсь, действительно, я по образованию вообще историк-архивист. Вот. И какое-то время после института, пока не было мантры, я действительно работала по профессии. Вот. Но впоследствии, да, мне пришлось бросить всё, потому что, ну, или делать хорошо, или не делать никак. Поэтому мантра, и я сейчас учусь. Вот. Я... Ну, поешься. Я пою, и я играю на скрипке. А учишься, в смысле, ты... В музыкальной школе. В музыкальной школе. Ну, столько начинаний, молодец. Просто столько успехов желать. Ник, давай ещё тебя послушаем. Давай. Так. И вот тут такой волшебный звоночек принесла. Молодец. Я вслушиваюсь в мир. Он говорит мне, что выбор сделан. Чары волшебства, судьбы моей сложили алгоритмы, оставив мне и мысли, и слова. Я вслушиваюсь в мир, смежая веки, и слышу там, где что-то не сбылось, дыхание родного человека, колышащее золото волос. Я вслушиваюсь в мир, и слышу ветер, что хитро забивает свой патрон, чтобы выстрелить мне в спину, не заметив, что мне уже не страшно и светло. Я вслушиваюсь в мир, а он хохочет над всеми, кто не знает, то, что я уже совсем не плачу, даже ночью. А у таких есть вера и семья. Такие останавливают выстрел случайным взглядом, молча и без труда. и в этом всем та сила триединства, которая равняет города. Великолепно. Ника, я действительно тебе очень благодарна, что ты сегодня к нам пришла. Почему? Потому что передача-то у нас как называется? Театр поэтов. Поэтому я думаю, что я могу от театра поэтов и я думаю, Владимир Антипенко будет не против. Ты обязательно должна, должна, обязана, когда у тебя будет возможность приезжать к нам сюда, в Питер, участвовать в мероприятиях, которые устраиваются театром поэтов. Потому что, вот видишь, чем тебе у нас сегодня не мини-такой театр. Ну, что могла, с собой принесла. Ты слышала про премию имени Хлебникова, премию послушайте? Да, я слышала, да, у меня подруга участвовала в прошлом году. Она будет осенью, так же, как всегда, проходить в день рождения Хлебникова. Скажи, у тебя есть планы участвовать в ней в этом году? Да, я бы хотела попробовать. У меня этот год, на самом деле, очень поэтический, наверное, самый поэтический из всех. Я зрителям поясню, что это премия, которая выдается автору, значит, кто может туда подать заявку. Не просто человек, который замечательно пишет стихи, чьи произведения приятно читать с листа. Это прежде всего те люди, те поэты, которые несут свои стихи в мир, которые умеют, хотят и могут их доносить, которые сделали определенные вещи для развития поэзии не обязательно свои, и они могут устраивать просто какие-то мероприятия. И вот ознакомившись с твоей биографией, я могу сказать, что тебе обязательно в этой премии участвовать нужно, потому что ты человечек активный, ты много что делаешь. Я читала, что ты какие-то прямо шоу-программы устраиваешь. Ну да, есть такое. А вот расскажи, какое там, может быть, последнее интересное, что ты устраивала? Последнее, наверное, это наш музыкальный спектакль, музыкально-поэтический спектакль «Кухня. Уроки творчества». Он проходил в Москве? Он проходил в Москве, да, но это было только начало, то есть мы первое представление сделали в 2010 году, вот, и через два года мы возобновили, и вот там участвуют актеры, действительно, профессиональные, вот, из малого драматического театра нашего на Большой Серпаховской. Там участвуют музыканты, там участвуют мои друзья-поэты, и многие из них очень известны в своих кругах. Ты перечислила так много направлений, а сколько всего людей задействовано спектакля? Более двадцати. Обалдеть, здорово. Да, то есть там несколько историй, вот, и в каждой из историй раскрывается, это вообще это спектакль о взаимоотношении творца и его музы, вот, и всевозможные миниатюры, вот, показано, как вообще, как человек творит, как он пишет, как сочиняет. А вы записываете видео своих спектаклей? есть, можно найти. Где может посмотреть? Погублить, просто погублить. На ютубе есть, на сайте есть, на нашем, ну, везде. Вот просто у театра поэтов есть группа своя ВКонтакте, там более двадцати тысяч, по-моему, если я не ошибаюсь, на сегодняшний день, и там можно найти очень много интересных видеозаписей, в том числе, и это видео, сейчас у нас прямой эфир, но и после можно будет тому, кому очень понравилось, обязательно нужно будет зайти в группу театра поэтов ВКонтакте, и там найти это видео, еще раз насладиться твоим мини-театром, твоим творчеством, вот, ну и просто посмотреть на красивую девушку. Ника, давай, еще стихов хочется. У меня есть стихотворение, посвященное Марине Ивановне Цветаевой, вот, оно немного непростое, поэтому я попробую его исполнить тоже немножко непросто, да. Нет невозможного средь будней, есть то, чего мы не смогли, самоубийц нет, но есть люди, которых не уберегли, есть, над которыми смеялись, но нет самих себе лгунов, как есть бегущие от яви, но никогда еще от снов. Есть люди, жаждущие славы, но с одиночеством взамен. Есть души северного сплава, но нет глухих к своей тюрьме, неизлечимых нет недугов, есть непотухшие угли, самоубийц нет, но есть люди, которых не уберегли. Не знаю, в программе хлопают ли, у нас захотелось очень интересно. Видимо, хлопают. Ника, а сколько, никогда не подсчитывала, сколько за жизнь уже написано? Ну, более трех тысяч. Более трех тысяч. Они порали сборничек? Я думала об этом. Ты знаешь, на самом деле, вот я читала у Софьи Ахметовны в гостиной много лет, и после окончания школы я помогала ее ребятам, и с моими же актерами, мы, кстати, мастер-классы делали для школьного театра, вот, и я стала читать в этом году. Поэтому, да, я подумала, почему бы и нет, но я поэт, видимо, скромный. Но на три тысячи стихотворений уже пора, и можно даже сделать несколько. Да, просят, и друзья, и слушатели просят, поэтому я думаю, что я сделаю. Вот знаю, сейчас такая практика есть, когда, значит, поэты, я не знаю, хорошо это или плохо, но мне показалось, что это очень интересно, они даже не обращаются куда-нибудь в издательство, они ищут фотографов, они делают интересные в своей сборнике, то есть в своём видении, как они это хотят. Допустим, кто-то хочет видеть свой сборник на глянце. Ух ты, я это, кстати, не слышала. Вот, и там, значит, и твои стихотворения, и фотографии, специально подобранные авторами, и ты делаешь просто PDF-документ, и, собственно, по мере поступления заявок ты распечатываешь сфотографией, подписываешь автограф. Да, 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 точно. Это очень интересная вещь, я подумала, что это... Я хочу сделать, но я хочу не просто книжку, а чтобы ещё мои... У меня очень много друзей художников. Так, тем более, тебе надо соединить друзей художников и фотографов. Чтобы они тоже, да, поучаствовали в этом деле. По поводу объединения с художниками. Ты, конечно же, слышала про The Block. Вот, в этом проекте тоже мы сейчас объединяем и художников, и фотографов, и поэтов. Основной слоган данного ресурса «Поэзия будет жить», и поэтому я должна, просто обязана тебе сказать, раз уж ты осенью решила принимать участие в соревновании, можно так сказать. Поэтическом. Поэтическом соревновании, но здесь именно соревноваться нужно было уже, в принципе, всю свою деятельность до, но ты успешно это делала. И, значит, в этом году, когда будет проходить премия Хлебникова, там обычно много номинаций. Есть такая номинация «Нет лауреат». Так вот, в этом году, дорогие друзья, я вам с радостью объявляю, что интернет-голосование, будет проходить на площадке TheBlog. Вы можете найти ресурс в интернете theblog.ru на конце Q от слова Quality, потому что это поэтический блок хорошего качества. Поэтому обязательно заходите и осенью заходите туда для того, чтобы голосовать за Нику, потому что именно вот я прямо могу пообещать перед всеми зрителями, что я голосую за Нику осенью этого года. потому что действительно почитала твои... Мы сейчас тебя послушали, я почитала твои стихотворения, они очень интересные, они сильные, мне понравилось, поэтому хочется, даже не прерываясь, еще тебя послушать. Я тут пришла не одна сегодня в студию со своим другом. Вот он. Уронили Мишку на пол, оторвали Мишке лапу, все равно его не брошу, он надежный, он хороший, он всегда со мной, украдкой покупает булки, тряпки и покоя не нарушит, согревая мою душу. Мишка рядом, если больно, Мишка любит быть со мной, он со мной одну подушку ночью делит, как подружка, он старается быть сильным, он мне носит апельсины, и скорее всего он знает то, что стар и некрасивый, но того не знает Мишка, что в душе-то я мальчишка, и что я нуждаюсь в друге, а не в мускулах упругих, и того не знает Мишка, то, что знает лишь Всевышний, неожиданно скрепляя наши маленькие руки. Потрясающе. Друзья, это было великолепное произведение, у тебя есть паблик ВКонтакте? Есть, нет, кстати, паблика нет, пока еще нет. Там, по-моему, там только информация о группе, да? Там, да, есть группа наша, но я иногда на стене в нашей группе я вешаю стихи. Скажи, я могу пообещать зрителям, что они могут это стихотворение прочитать на заблоке? Да, конечно. Нет, я обязательно займусь, я сделаю подборку как раз. Участие в этой программе мне, на самом деле, очень было хорошим стимулом разобраться наконец. Да, читайте, читайте неку, читайте авторов, заходите на заблок, вот такая прямо моя реклама сегодня этого ресурса. Ничего страшного, хорошее дело, на самом деле. Ну да, он проект некоммерческий, рекламы там никогда не было и не будет, можете потом находить эту пленку. И это самое главное. И говорит, что он не для этого сделан, он делался этот ресурс для себя, для нас, для авторов, для поэтов, а тебе он еще будет интересен, потому что там будет совершенно отдельное пространство, но оно будет совмещено для музыкантов. Мы сейчас уже программисты начали над этим работать. Там всегда идет гиперссылка на любые социальные сети, на тебя, то есть авторство полностью соблюдается, поэтому здорово, удобно. Слушай, это вообще прекрасно, что сейчас столько людей на собственном энтузиазме старается помогать. Ну, прежде всего, ты хорошо делаешь для себя, когда делаешь хорошо для себя, то это помогает и окружающим сейчас же столько молодых вообще ребят, талантливых, уникальных, кому действительно... которым нужно свое пространство, которым вообще нужны люди, которые будут в них верить, потому что у нашей страны вообще-то есть своя культура, и она должна... после нас должно что-то остаться. Да, оно обязательно останется. Да. Благодаря... И нас много и в Питере, и в Москве. Сейчас можно посмотреть, сколько происходит, проходят поэтических мероприятий. Это просто чудесно, я считаю. Мы можем вот в Питере, если ты больше знакома с аудиторией Москвы, у нас в Питере очень много делает Владимир Антипенко, поэтому мы, Володя, очень признательны за театр поэтов, за эту передачу, в том числе, за все, что ты делаешь, за премию, и вообще... За знакомство. Да, за знакомство. Опять же. Ник, давай еще стихотворение, у нас не так много остается времени, а хочется насладиться еще твоей поэзией, прямо мне даже жалко разговорить. Давай, серьезно. Я боюсь, что кумиры приподняты. Я боюсь, что за смертью стена. Я боюсь оказаться непонятой, и что правда одна. Я боюсь, что не хватит идей, чтобы закончить неначатый круг. Я боюсь нерожденных детей, и от детства родивших подруг. Я боюсь, что сбывается все, даже то, о чем страшно просить. Я боюсь, что устану просить, и желание меня не спасет. Я боюсь, что когда я смирюсь, то что нету другого пути, и тебя вдруг возблагодарю, ты посмотришь мне прямо в глаза, и ты скажешь прости. очень, очень хорошо. Ник, ты не хочешь пригласить наших зрителей на свои ближайшие выступления, которые будут в Санкт-Петербурге? я с удовольствием. У нас будет три замечательных концерта. 22-го числа в эту среду мы играем трио, аккордеон, гитара и бас-гитара. Где будет проходить? Это будет квартирник у Мартина, и мы встречаемся там, нету адреса, мы встречаемся в 19.15 метро Маяковская у штанов Маяковского. Ты представляешь сейчас, какая придет там папа, если ты вывезируешь 19.15 штанов Лучше приходите не на квартирный концерт, а 25-го числа в театре Буф. Вот, мы там в малом зале, вот у них там отдельный вход, вот, мы полным составом нашим акустическим в субботу утром специально приедут мои ребята, и вот мы сыграем большую сольную программу, у нас там 17 песен получается, вот, расскажем про нас, попоем, повеселим, спляшем, вот, я думаю, что вот туда стоит прийти. Да, рекомендую, но вы сейчас и сами все видели, слышали, вот здесь было такое мини-театр, в театре поэтов был мини-театр Ники Ротомской, поэтому, ребята, обязательно приходите на концерт, пользуйтесь случаем, пока она здесь у нас в Петербурге, это нельзя пропустить, после читайте ее в сети, читайте ее на TheBlog, Ника, я подозреваю, что мы успеваем, успеваем послушать еще одно твое стихотворение. Так, успеваем, точно? Успеваем, успеваем. стихотворение будет Лазарь. Я думаю, все знают, кто это такой. Поцелуй мне глаза, как умеешь лишь ты. Чем унять эту дрожь? Многоликий ковбой, я себя уверяю, что это мечты, а другие мне зуб дают, что это боль. Боль от глупости собственных мыслей и слов, тишиной, выдаваемая за мигрень. Я себя уверяю, что это любовь. От любви, говорят мне, нельзя умереть. Я не спорю, я знаю, что нужно терпеть и почти не могу. Я не в силах, увы. А другие мне шепчут, что там, где есть смерть, кто-то хочет, наверное, чтобы я был живым. Кто-то хочет, чтобы я оставался таким до тех пор, как в коморке не выключат свет. Поцелуй мне глаза, убери пятаки, мне пора, дай мне руку, в ногах правды нет. Спасибо. Спасибо, Ника. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях в авторской передаче Владимира Антипенко театра поэтов была замечательная, несравненная Ника Ратомская. Мы были очень рады тебя здесь видеть, я очень рада. Спасибо вам, друзья, за просмотр. До новых встреч. Спасибо. Впереди нас ждёт отличное жаркое лето, мы с вами не раз увидимся. Всем спасибо. Всем пока. Мишка, Южа, пока.